Отдельные читалки лично у меня всегда вызывали очень противоречивые чувства. С одной стороны, мой смартфон это тоже умеет и зачем мне отдельное устройство. С другой же стороны, читать гораздо комфортнее с экрана с большей диагональю не мешают уведомления из миллиона установленных приложений, ну и зрение не так сильно садится. Поэтому сегодня поговорим о читалке, а именно о Pocketbook InkPad 3. Девайс, можно сказать, классический, в лучших традициях читалок, как таковых. Качественный пластик с soft-touch покрытием, 4 физических кнопки плюс 1 отдельная кнопка питания, дисплей, разъем для microSD-шки емкостью до 32 гигов и разъем для зарядки. 8 мм толщины и приятные тактильные ощущения. Ну а чего еще от читалки хотеть? Дисплей имеет диагональ в 7,8 дюйма. Он E-Ink, причем не просто E-Ink, а E-Ink карта. С разрешением 1404 на 1872, что дает плотность в 300 точек на дюйм. Говоря не языком цифр, а по-человечески, это дает четкие буквы, высокую детализацию и отсутствие блюра. Цвета. 16 градаций серого. Звучит как хорошее название для отечественного ремейка по мотивам небезызвестных произведений Э.Л. Джеймс. Анастейша, я купил новую плёточку, может, пошалим? Слушай, Кристиан, давай не сегодня, ну вот так башка болит. Смотрите, во всех кинотеатрах страны 16 градаций серого. Есть подсветка Smart Light, которая не просто регулирует яркость, а еще и меняет температуру цвета, что позволяет выстроить изображение так, чтобы вам было максимально комфортно. Более того, есть профили, которые подгоняют изображение под время суток, можно дать волю автоматике, а можно задавать и менять эти профили самостоятельно. Еще у ридера есть Wi-Fi, дабы передавать вашу любимую литературу не по шнурку, а через Dropbox, например. Для тех же целей служит встроенный веб-браузер с сайта прямо на читалку. Внутри у ридера 8 гигов встроенной памяти, двухъядерный проц и 1 гигабайт оперативки. Страницы перелистываются быстро и плавно, навигация по библиотеке и интерфейсу комфортная, и прогружается все весьма шустренько. Также вся эта мощь служит для гейминга, косынка, судоку и шахматы, на тот случай, если все уже давным-давно перечитано или просто хочется новых ощущений. Поддерживается 17 текстовых форматов и 4 формата картиночных. Ну, вдруг вас на комиксы потянет. Для тех же комиксовых целей есть и горизонтальная ориентация изображения. Управлять всем этим добром можно не только с помощью кнопок, но и сенсором дисплея, что есть весьма и весьма удобно для всех. Тех, кто привык читать со смартфона или планшета, используя сенсор для перелистывания, и одновременно для тех, кто больше привык к классическим хардварным кнопкам. Еще одна фича – датчик обложки. Ее, конечно, придется докупать отдельно, но не суть. Закрыв обложку, вы автоматически переводите читалку в спящий режим, дабы не садить аккумулятор. Кстати, о нем. Его емкость составляет 1900 мАч, и по заявлениям производителя этого может хватить примерно на месяц. Но если вы без литературы не можете прожить ни часа, то понятное дело, что у вас она будет садиться немножечко быстрее. Плюсик – приобретая этот ридер, вы получаете не только сам ридер, но и 500 единиц литературы на разных языках плюс 4 словаря. Итого – ридер. Ридер годный и живучий, легкий и компактный, яркий и современный, да еще и в банде с контентом. И это, я считаю, весьма результативно. В общем, всем книголюбам он придется по нраву, ну а вам, я надеюсь, придется по нраву это видео, и вы по инерции подпишитесь на наш канал. До новых! Субтитры подогнал «Симон»!